Ну что, друзья, всем привет и добро пожаловать на канал, с вами, как всегда, Игорь, мы продолжаем, да, не заканчиваем, да, я по-прежнему не готов отпускать от себя этот сериал, а обсуждать ДЛС-100ВАЗ, последние из нас. Если вы не смотрели первый сезон, то предупреждаю, здесь будут очень-очень важные спойлеры по концовке именно первого сезона, ну, в принципе, если вы проходили первую игру, то ничего, я вам здесь особенного не заспойлерю. И сегодняшняя тема у нас, опять же, немножечко получилась у меня такая сегодняшняя тема, но мы сегодня с вами поговорим о том, был ли прав Джоэл, когда он, как терминатор, прошелся по больнице, где находились светляки и перестрелял абсолютно всех, чтобы спасти Элли. Изначально я думал сделать такой, знаете, типичный ютубовский ролик с закадровым голосом, с бегущей картинкой, который я здесь буду периодически вставлять, но потом подумал, блин, я, в принципе-то, добавлю просто еще один такой же ролик к сотне, а то и к тысяче таких роликов, сделанных как на английском, на русском, так и на других языках, которые уже присутствуют в интернете. И один из тех форматов, которым я часто пользуюсь у себя, это формат разговорный, в котором мы с вами общаемся, грубо говоря, если бы мы сидели в кафешке, в баре, ну или еще где-нибудь. И я практически ничего не редактирую в таких роликах, иногда немножечко вырезаю, потому что в основном это свободный полет мысли. Поэтому я не приготовил вам действительно какой-то вот зубодробительный сценарий, где я объясняю свою точку зрения, а скорее я вам рассказываю здесь свои мысли по поводу решения Джоэла спасти Элли, что я думаю по этому поводу и как бы приглашаю вас, а давайте это дело обсудим вместе. Какие у вас мысли, в чем вы со мной согласны, в чем вы со мной не согласны? Давайте попробуем действительно найти здесь какую-то золотую середину или, ну грубо говоря, истину. Хотя учитывая то, что споры по этому вопросу не затихают уже более 10 лет, навряд ли мы с вами сойдемся вот прямо все на одном ответе. По поводу того, был ли прав Джоэл, я думаю сразу нужно бы предоставить аргументы как за, так и против. Против того, что Джоэл был прав, я думаю аргументы достаточно, ну они предсказуемы, то есть вы наверняка их слышали. Джоэл таким образом, спасая Элли, во-первых, пошел против ее желания, мы видели с вами в сцене, когда Марлин говорит ему в конце, что «Дорогой, ты прекрасно знаешь, что выбрала бы Элли», и когда мы видим лицо Джоэла, мы действительно понимаем, он знает, что она выбрала бы пожертвовать себя, дабы спасти человечество. Хотя бы за шанс спасти человечество, но он принимает решение за нее. Один из тех аргументов, который мне тяжелее всего оправдать в данной ситуации. Ну и естественно, то, что в принципе, если бы Джоэл не сделал то, что он сделал, то человечество было бы спасено, была бы придумана вакцина, и в конечном итоге нужды многих превышают нужды немногих, а именно Джоэла и Элли. А именно Джоэла, потому что в принципе у нас решение принимал он сам самостоятельно. И вроде бы у нас как бы получается здесь дилемма троллейбуса. Ну, вы наверняка знаете, у вас на рельсах 5 человек с одной стороны, с другой стороны 1 человек. Вы должны кого-то из них нахрен задавить, либо свалиться в пропасть. Что вы делаете в данной ситуации? Вы выбираете задавить одного человека, потому что в принципе одна жизнь менее ценна на бумаге, чем 5 жизней. Но как только в это уравнение добавляются определенные условия, как например то, что тот один человек, которого только что выбрали задавить, это ваш брат, отец, мать, любимый человек. Что вы делаете в данной ситуации? Естественно, большинство людей сразу меняют вариант задавить 5 незнакомых мне людей. Потому что каждый день умирают сотни, тысячи, десятки тысяч людей, незнакомых нам, и это никак не мешает нам продолжать жить далее. Это, естественно, та дилемма, которая вкладывалась в основу того, что нам показали создатели DLS-100 в вас. Но настолько ли она хорошо работает? Теперь давайте попытаемся разобраться в тех аргументах, которые за решение Джоэла. И многие из них, на мой взгляд, пусть и логичные, не совсем попадают в суть, но в любом случае нужно их озвучить. Во-первых, я лично никогда не изучал медицину, но мне постоянно выпрыгивают какие-то рилзы, тиктоки и ролики в ютубе, где люди, которые изучают медицину, говорят, что с этими светляками? Они что вообще нормальные люди? Почему они в непонятно каком комплексе, с непонятно какой аппаратурой так сильно рискуют будущим человечеству? Потому что у нас есть всего лишь один пациент, у которого есть иммунитет. Всего лишь один, заметьте. Элли на протяжении 20 лет не встречался вообще ни один такой человек. И они первым же делом, буквально за один день, меньше чем день прошло с того момента, как они с ней встретились, они решают сразу же эксгумировать мозг, таким образом убив ее. Грубо говоря, если они хоть каким-либо образом ошибутся, сделают хоть какую-то микроскопическую ошибку, которая не даст им возможность разработать вакцину, то все, они таким образом убили единственную надежду на спасение человечества. И на самом деле, мне кажется, не надо быть для этого медиком или еще кем-либо, чтобы понимать. Ребятки, мне кажется, вы немножечко спешите. Элли жива на протяжении 14 лет. Она будет жива еще завтра, она будет жива еще послезавтра. И скорее всего, если вы будете ее хорошо защищать, она будет жива и через неделю. А не хотите ли вы немножечко притормозить и понять, может ли здесь быть какой-то другой способ разработать вакцину? Или понять, что именно произошло с Элли? Потому что, опять же, вашим решением вы делаете либо пан, либо пропал. Получилось замечательно, вы получили вакцину. Не получилось все, вы убили абсолютно все шансы человечества на получение какого-либо лекарства. Это раз. Второй у нас вопрос. Действительно ли бы вакцина спасла человечество? В мире, который нам показали, как сильно вакцина изменила бы жизнь для людей. Да, безусловно, вакцина появилась бы у светляков. Но повлияло бы ли это каким-то образом на мародеров, каннибалов, насильников, на Федру и так далее? Давайте призадумаемся. Учитывая то, что у нас даже в этом мире Федра и светляки, это две политические организации, которые ссорятся с друг с другом, которые воюют друг с другом, я очень сомневаюсь, что Федра приняли бы полное доминирование ЦКД в данной ситуации светляков, неважно, как их называйте, как только появилась бы вакцина. Они сделали бы, скорее всего, все возможное, чтобы блокировать распространение этой вакцины, либо захватить его. Скорее всего, началась бы гораздо более сильная боевка между этими двумя организациями. И либо же ЦКД бы, благодаря вакцине, набрали бы достаточно политического и влияния на людей других, чтобы соврать нужные силы, чтобы бороться с Федрой везде, где она появляется, и таким образом в конечном итоге стать правящей фракцией. Либо же Федра просто задавила бы ЦКД, и в конечном итоге распространяла бы вакцину точно так же, как и ЦКД, только для тех, для кого они считают ее максимально нужной. Потому что производить их в каких-то индустриальных размерах навряд ли бы получилось бы у кого-либо, но если бы у кого и получилось, то, скорее всего, бы у Федры, чем у ЦКД. И тот факт, что ЦКД бы, скорее всего, использовали эту вакцину не для того, чтобы спасти и вылечить человечество, хотя у них навряд ли бы получилось, опять же, учитывая, что большая часть человечества уже деградировала полностью в насилии, а также огромное количество топляков, щелкунов, бегунов и так далее, по-прежнему находятся на всей планете, и вылечить их уже ни хрена не получится, то, скажем так, риск, который брали на себя светлячки, кладя или под нож, практически не проведя на дне никаких исследований, что они могли сделать там буквально за несколько часов, что они провалялись в этой больнице, он, ну, никак не оправдан в данной ситуации. Возьмите чуть-чуть больше времени, ну что, куда вы так сильно спешите? Куда вы спешите так быстро подкинуть монетку? Представьте себе, что у вас какая-то серьезная болезнь, не дай бог, да, не дай бог у вас какая-то серьезная болезнь, но вы, в принципе, живете с ней, грубо говоря, плохо живете, но живете. Вы знаете, что по прогнозу вам прожить еще года два-три минимум. Приходит к вам врач, говорит, слушай, у нас одна единственное лекарство, мы начали над ним работать, тут шансы, что оно сработает, процентов 20-30. Но давай ты выпей, попробуем, получится у тебя или не получится. Единственный нюанс, что больше таких у нас лекарств, к сожалению, не получится никогда. Только эта таблетка. Не зададите ли вы здесь вопрос, типа, ребята, вы не хотите еще чуть-чуть поработать на этой таблетке, а можно как-нибудь эти проценты хоть с 30 на 35 поднять, а если на 40 поднимите, я вообще буду вам по гроб жизни благодарен. Давайте еще, может быть, месяцок-два поработаете каким-то образом, сделаете получше, потом я уже выпью, вот когда вы 100% сможете мне сказать, что это самое лучшее, что вы можете создать в данной обстановке, в данное время. Мне кажется, это как-то более логично. Сразу же небольшой дисклеймер. Несмотря на то, что все эти аргументы, на мой взгляд, имеют место быть, несмотря на то, что все эти аргументы, на мой взгляд, очень даже логичны, я все равно считаю, что они не совсем смотрят в суть. Потому что, в принципе, эти аргументы можно отнести в категорию недочетов создателей, грубо говоря. Потому что, да, 100% у вас это в конечном итоге сериал не про зомби, не про то, как правильно показать научную катастрофу какую-то, связанную с пандемией и так далее. Судя по всему, я никогда в это сильно не вдавался, но какие-то научные, в плане логики, в плане того, как показана там медицина и так далее, косяки там имеются и немало. Для того, чтобы решить действительно, прав ли был Джоэл в данной ситуации или не прав, нужно посмотреть на эту ситуацию с точки зрения создателя. А создатель нам показывает Джоэла, который в данном моменте, в моменте решения, спасать Элли или не спасать, принимает выбор между человечеством и между Элли. Если бы он задумывался хотя бы над теми же вопросами, которые я прямо сейчас для вас озвучивал, про светляков, что они используют это как политическое влияние, что, в принципе, а вдруг у них не получится это лекарство, хоть что-то из этого он наверняка бы сказал, Марлин, в разговоре, а если у вас не получится, Марлин, подумай сама, а вдруг лекарство не получится, да я вас знаю, светляков, вы бы там это все использовали в конечном итоге просто чтобы что, чтобы стать новой Федрой, он ни разу это не произнесет, его вообще не волнует. Для него, действительно, Джоэл в данной ситуации, он видит выбор, окей, человечество и Элли. И в данной ситуации он, не задумываясь, говорит выберите кого-нибудь другого, потому что насрать ему на человечество, насрать ему на весь мир, для него весь мир это Элли. И вот уже в данной ситуации прав ли все-таки Джоэл? Прав ли он выбирая между будущим всего человечества, потому что без этой вакцины им, скорее всего, точно наступит кирдык. Он им не так, скорее всего, наступит, но с вакциной, может быть, есть какой-то шанс. И так прав ли Джоэл выбирая между ней, между Элли и между судьбой всего человечества? И тут этот вопрос становится уже гораздо тяжелее, но мне кажется, что в данной ситуации он все равно не то чтобы прав. Ну и как бы прав. Постараюсь объяснить. Безусловно, с моральной точки зрения полностью оправдать Джоэла невозможно. Он убивает не то чтобы невинных людей, эти люди в конечном итоге собрались убивать маленькую девочку. Но они точно так же, как и Джоэл, готовы идти на определенные жертвы, готовы убивать, готовы там, не знаю, мочить, как говорится, кого нужно, лишь бы достичь своей, как им кажется, морально оправданной цели. И все равно в сравнении там с каннибалами, там той же Федрой и там, я не знаю, еще какими-нибудь мародерами и так далее, светляки ну не самые худшие представители народа человеческого в данной ситуации. И безусловно, то, как это было показано, что в игре, что в сериале, где Джоэл убивает не только людей, поднявших оружие, но и тех, которые его опустили и сдавались, или людей, которые в принципе, ну, вообще никак не связаны ни с чем военным, как, например, врача, который хотел прооперировать ели. Пусть он и сам напросился и сделал, в принципе, выбор Дарвина, когда бросился на чувака с огнеметом и с ружбайкой с небольшим операционным скальпелем, но все равно на 100% сказать, что вот, ребята, все моральный какой-то совершенно поступок Джоэла вообще никаких претензий к нему быть не может, я лично не могу. Но я хотел бы вам задать один вопрос. Почему мы считаем, что человеческая жизнь вообще чего-либо стоит? Да, я понимаю, что сейчас глупые вопросы, как разрушается вообще, что ты несешь? Что за тупой вопрос, Игорь? Ты что, идиот, что ли? Ну вот на секундочку, представьте себе, что я инопланетянин прилетел на эту планету и задаю вам вопрос. А почему человеческая жизнь действительно вообще чего-то стоит? Почему она дорого? Как мы решаем, какая человеческая жизнь дороже, а какая дешевле? Может быть, может быть, что именно те эмоции, именно те чувства, которые мы испытываем друг к другу, в основном, в большинстве случаев для нас, для людей, и являются тем, что наполняют нашу жизнь ценностью. И если это действительно так, теперь задайтесь вопросом. Хотели бы вы жить в мире, в котором отец, пусть даже не настоящий, способен легко взвесить рационально жизнь своего ребенка напротив мысли о том, что там спасение мира, спасение страны, спасение чего угодно, неважно что. Хотели бы вы жить в таком мире, где родитель способен принимать такие рациональные решения, а не пожертвуют, например, абсолютно всем, чем угодно, лишь бы спасти своего ребенка. Я могу ответить только лишь за себя и отвечу сразу нет, я не хочу. Именно тот факт, что мы способны так сильно любить, так сильно любить, что мы готовы совершать просто, ну, ужаснейшие поступки для того, чтобы продлить эту любовь, для того, чтобы помочь близким нам людям, для того, чтобы спасти близких нас людей, это и то, что делает человечество человечеством. И если отнять у нас эту возможность, отнять у нас выбор любить кого-либо так сильно, то нет смысла и спасать это человечество. Вот это просто мое мнение по данному поводу. И да, безусловно, поступок Джоэла на 100% оправдать я не могу, повторюсь уже 25 раз. Но я думаю, что практически все люди, у которых моральный компас настроен правильно, может быть, там с небольшими ответвлениями, поступили бы на месте Джоэла точно так же, без вариантов. Да, там он, конечно, убил и Марлин, да, там он убивал людей, которые поднимали руки, да, он это все сделал, и делал он это жестоко, он делал это трешенно, он зашел в какой-то вообще мод социопатии. В сериале нам это еще показали через такую музыку, через такую вот атмосферу, что не было, знаете, гнева, злости. Например, в игре ты просто испытываешь ненависть к светлякам за то, что они собираются отнять у тебя, можно сказать, твоего главного любимого персонажа из игры, наравне с Джоэлом, и ты прорываешься с них просто как нож сквозь масло. Здесь же нам просто показали какого-то бездушного убийцу, который проходит, опять же, как терминатора с первой части по полицейской станции, то же самое здесь. И все равно при этом всем я считаю, что Джоэл прав, хотя прав это не совсем правильное слово, на мой взгляд. Джоэл не мог поступить по-другому, и я рад, что он поступил именно так, потому что человечество, которое нужно спасать такими способами, недостойно того, чтобы его вообще спасали. Ну что, друзья, получился такой у меня немножко импромту ролик, я уже говорил вам, что хотел сделать его в совершенно другом формате, но надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам посмотрели и поставили там лайки и так далее. Хотел бы снова прорекламировать вам игру под названием Пишем Вместе, где мы с вами собираемся командами из 5-7 человек и пишем интересные истории. Я уже придумал 5 заданий, потому что 5 команд уже набрались. У нас 25 человек, точнее, извиняюсь, 24, и в принципе есть место еще для 11. Команды могут быть как из 6, так из 7, так и из 5 человек. В принципе, никакого здесь форы, если у вас больше или меньше, вы не получаете. В конечном итоге все зависит лишь от креативности того, как вы работаете вместе. И каждый из участников пишет от 100 до 200 слов, в свою очередь, не общаясь с другими участниками. И таким образом у нас получается рассказ из 20-25 страниц. Победитель этих рассказов, тот, который понравится мне больше всего, будет выслан Кириллу Головину, лучшему аудиочтецу. Одному из лучших. Радно, меня тут поправляют иногда. Но для меня лучшему чтецу аудиокниг на русском языке, который и озвучит этот рассказ, после чего я опубликую его себя в YouTube-канале. Само соревнование, сама игра будет длиться приблизительно 3 недели и начнется уже в скором времени, как только мы наберем нужный минимум для этого. Поэтому, если вы хотите записаться, стоимость это 1 доллар всего лишь. Заходите на Boosty, ссылочка будет внизу в описании под этим видео. После чего получите от меня email и в телеге сможете прочитать также, какие у нас задачи. Прямо сейчас я бы вам хотел их показать. Первая задача у нас, напишите рассказ о палаче его сыне. Палач философски смотрит на жизнь и считает свою профессию очень важной. И старается передать навыки, а главное мотивацию своему сыну. Живут ли они в нашей вселенной или в нашем времени, проникнется сын такой профессии или нет, решать вам. Начало и концовка тоже здесь уже записаны. В этом еще один прикол данной игры. У вас будет первое предложение, либо первых два предложения и последнее предложение. И вам уже с командой нужно будет написать так, чтобы в конечном итоге это все выглядело логично и, главное, интересно. Если вы хотите, чтобы ваш рассказ действительно выиграл. Есть у нас там еще одна идейка, которая пока что понравилась больше всего, судя по всему, участникам. И связана с путешествиями во времени. Например, напишите рассказ о убийце, путешествующем во времени. Убийца убивает невинных людей, но это совершенно оправдано. Задача ваша уже, как именно это оправдано. Так он, таким образом, спасает временной континиум. Одного, либо одну из потенциальных жертв убить он, ну либо она, вы решаете опять же сами, не может. А почему не может, это опять же решать вам. Другие задачи вы можете, как я уже сказал, прочитать у меня в телеге. Ссылка тоже в описании и, если не забуду, поставлю в прикрепленный комментарий. Ну и все, друзья, как всегда, хотел бы выразить огромнейшее спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty, на Patreon, делать мне какие-то донаты. Благодаря вам этот канал продолжает существовать и развиваться. Далее появляются новые идеи, появляются новые ролики. И во многом, в очень во многом, это благодаря вашей финансовой поддержке. Поэтому огромное вам спасибо. Ну и, как всегда, всех люблю, всех целую, до сих от вас света, не забывайте. Фэнтези, это круто. Ну что, друзья, всем привет и добро пожаловать на канал. С вами, как всегда, я Игорь. И мы сегодня еще немножечко... Проверил. Что все нормально. От себя этот сериал, поговорим о The Last of Us. А именно в вопросе... Внимание, Арни. Может быть, свет его раздражает, я не знаю, что именно. Он не любит фонарики у нас очень сильно. Что-то горцует. Бух. Арни, ты сломался. Операционка полетела. Ну... Ложись уже здесь, что ли, я знаю. Вроде скорость спадает. Вроде скорость спадает. Мы начинаем уставать, бегать туда. Давай сюда, ложись, ложись уже на диван свой любимый. И вроде бы тут у нас как бы дилема троллейбуса. Ну, вы знаете, там пять человек или один человек на рельсах. Кого... Давай еще, Арни, еще, 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 еще. Не, не. Обратно на диван. Вот так вот. А я уже забыл, о чем я говорил вообще.